Вот вроде бы много всякого говна для ВКонтакте, всякие ВКОПТ и прочие расширения, а вот такого, которое позволяло бы скачать все фотографии из диалогов, нет. Есть какие-то потуги, скрипты на питоне и прочая херня, но вот так вот, чтобы вот взять и скачать, хуй тебе. Но есть вот такой вот самописный скрипт на AutoIt. Работает он следующим образом. Запускаешь один из экзешников для 32-битной версии Windows, либо для 64-битной. Открывается окошко авторизации. Возможно, там нужно будет ввести пароль от ВКонтакта. Это сам ВКонтакт. Здесь тебе нужно выдать права стендалон приложению внутри ВКонтакта. Права есть на получение общей информации и на считывание диалогов. Нажимаешь разрешить. Внутри этого скрипта автоматически прописывается токен. Угу. После чего тебе нужно ввести еще ID диалога. Это вот эти циферки после sell равно. Копируешь их в окошко и внизу у тебя есть выбор из двух кнопок скачать картинки, либо скачать вложения. Если нажать скачать вложения, то там галочками можно выбрать вложения какого типа ты хочешь скачать, ну то есть расширение файлов. Нажимаешь готово, выбираешь папку, куда тебе нужно все это скачать, после чего происходит скачивание всех вложений из этого диалога. Если нажать кнопку скачать картинки, то сначала скрипт сосканирует все прямые ссылки на картинки, это нужно чтобы загрузить картинки в максимальном качестве, то есть это аналог кнопки показать оригинал. После этого точно так же выбираешь папку, куда это все нужно сохранить, и начинается скачивание картинок. Ну и из этой папки их можно будет посмотреть как обычные картинки. Значит, что касается безопасности этого приложения. Вот здесь установлен файервол, и можно посмотреть, куда же этот скрипт лезет. YouTube не терпит пустоты, поэтому на нем так много хуеты. Включаем логирование, и смотрим исходящие соединения. YouTube не терпит пустоты, поэтому на нем так много хуеты. Поэтому вместо пауз длительных нужно вставлять пиццу подрапительной. Они все идут вот на эти вот айпишники. YouTube не терпит пустоты, поэтому на нем так много хуеты. Копируем эти айпишники, и с помощью сервиса хуиз выясняем, что все они принадлежат ВКонтакте. То есть скрипт, кроме как на сервера ВКонтакте, никуда не лазит. Но почему же какой-нибудь вирус Total определяет этот скрипт как вирус? Почему, почему? Потому что пидорасы. Вот совершенно обычный пример. Берем обычный скрипт на AltoEat, компилируем его в экзешник. Поэтому вместо пауз длительных можно вставлять пиццу подрапительной. Загружаем на VirusTotal, и VirusTotal по умолчанию, поскольку это скрипт AltoEat, находит в нем какие-то, блядь, вирусы. Ну вот такие вот они, эти антивирусы. Ну на самом деле это я, конечно, тебе мозги пудрю. Разумеется, это вирус. Мне же вот, блядь, заняться больше нехер, кроме как сидеть и распространять вирусы, чтобы у всех школьников своровать их логины ВКонтакт. Нахуй они мне только нужны, не очень понятно. Но, к счастью, в данном конкретном случае у тебя выбора нет. Вернее, он есть. Либо вручную по одной картинке копировать все из диалогов, либо воспользоваться этим скриптом. А чтобы его скачать, нужно пройти по ссылочке в описании, предварительно отключив от блог, и скачать оттуда скрипт. Другого варианта у тебя нет. Я бог ютуба. Лайк, подписка, бубенцы.